Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Это программа «Открытая линия из Иерусалима». Очередная программа по средам. Поэтому мы очень рады послужить вам сегодня. На этой программе обычно мы рассматриваем вопросы, которые вы нам присылаете. Поэтому у вас есть полтора часа, чтобы прислать нам вопросы. И мы будем с радостью отвечать на них. Со мной в студии Авелис Танкевич. Вы его прекрасно знаете. Служитель здесь в Израиле. В служении благовести к Иерусалиму, как я помню. А я помню. Поэтому этот человек отличается на самом деле остротой ума. Он готов ответить на вопросы. Готов вместе со мной молиться. К чему всех вас я также приглашаю. Приглашаю, чтобы вы были участливы. Чтобы вы открывали свои сердца пред Господом. И вы знаете, Господь перед этим эфиром мне дал слово. Слово, возможно, для какого-то количества из вас. И оно находится в послании Галатам в 4 главе. И я вот с этого, прямо с этих слов и начну. Написано в 27 стихе 4 главы Галатам. Написано так. Ибо написано «Возвеселись неплодное, нерождающее. Воскликни и возгласи не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Слава Господа. Это слово было обращено... Апостол Павел это слово употребляет, пользуясь теми словами, которые сказал когда-то давным-давно Исаия. И он употребляет эти слова по отношению к Агарь и к Саре. Вы помните, был эпизод в Библии, в Бытие 16 главе, когда у Сары возникло такое желание, у нее пришла идея. Она решила помочь Богу воплотить планы его. И подговорила Аврама и сказала, что вот возьми, войди, Кагарь, пусть она зачнет, родит мне на ноги. Это будет как будто исполнение то, о чем Бог когда-то говорил Авраму. Что через тебя произойдет тот наследник и то семя, которое должно родиться. Но мы знаем по истории, что так не произошло. Более того, написано, когда Агарь зачала, она стала пренебрегать госпожу. То есть, другими словами, она начала чувствовать в своем же доме, будучи хозяйкой дома, она начала чувствовать ущемление. Только по причине того, что она не может родить. Не может зачать и не может родить. А Агарь, рабыня, она родила. Впоследствии мы знаем, что в доме Аврама возникли проблемы на этой почве. Но главная суть и главная идея в том, что у Сары был момент в доме, будучи наследницей всего, она долго не могла родить. Она долго не могла забеременеть и сама родить. И мы знаем с вами, забегая вперед, то, что Господь пришел и сказал, и проговорил Авраму, что не только от тебя родится ребенок, но и от Сары тоже. Именно Сара зачнет и родит. И это было чудо. Вы знаете, иногда, когда мы долго ждем, и мы ожидаем, чтобы Господь совершил какое-то дело, чтобы там Он исполнил то, к чему Он призывал нас, и долго это не происходит, мы пытаемся начать Ему помогать. Мы пытаемся каким-то образом посодействовать, сдвинуть что-то с места. И очень часто наши все потуги, наши все желания приводят в то, что произошло в доме Аврама. Сара, скажем так, толкнула Аврама на ту проблему, которая была в его доме. Потому что, написано, со временем, когда родился Измаил, он притеснял Исаака. И вот точно так же в послании Галатам апостол Павел употребляет эти сравнения в отношении людей, рожденных по плоти, людей, рожденных в свободе, и людей, рожденных по плоти, тех, которые пытаются исполнить законы, тех, которые идут свободным путем веры в Иисуса Христа. Но главное послание мое сегодня содержится в том, что в действительности, возможно, вы сегодня пытались Богу помочь и зашли в такие проблемы, где вы увидели, что вы отдалили себя своими действиями еще дальше от того, чтобы Слово Божие исполнилось в вашей жизни. Не унывайтесь. На самом деле у каждого человека есть определенные проблемы, определенные ошибки. Из-за наших ошибок может родиться Измаил. Но Богу он не помешает исполнить план. Потому что, вы знаете, эти строки, которые я прочитал, они взяты у Исаии. Исаий пророчествует на еврейский народ, относя эти слова к восстановлению после вавилонского пленения. Он говорит о том, что они будут пленены, и потом придет момент, когда он взывает и говорит «возвеселись неплодной, нерождающейся». То есть, другими словами, он обращает эти слова. Исаия обращает эти слова к Израилю, который оказался в плену и который не может родить, который не может принести плоды. Потому что, как мы знаем, плоды, плодоносность – это сыновья, которые рождаются. Это обетованные сыновья, которые произрастают от тебя. Это плоды, это какой-то бизнес, это какие-то начинания, которые вы хотите. Это воплощение того призвания, которому Бог призывает вас. Но интересно, что бывает в нашей жизни тот момент, когда мы что-то пытаемся сделать и попадаем в пленение, как еврейский народ попал. Еврейский народ попал в плен. И на самом деле плен мог поставить полностью, скажем так, крест, да, как говорят, на всех начинаниях еврейского народа, чтобы он, в конце концов, принес в этот мир Мессию Машеха. Еврейский народ в плену мог перестать быть народом. Но мы знаем с вами, что сила и Слово Божье действуют таким образом, что даже в плену Бог продолжает говорить, и Бог продолжает взывать к народу, и Он обращается и говорит такие слова. Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели чем у имеющих мужа. Та женщина, которая имеет мужа, по логике вещей, она может иметь больше детей. Но мы видим с вами чудо, когда не имеющая мужа рожает больше детей. Это тот Израиль, который на самом деле не имел никакого основания, никакой надежды в плену, что он будет восстановлен, получает силу восстановиться. Поэтому если вы сегодня в пленении, если вы сегодня находитесь поотдаль от исполнения своего призвания, продолжайте верить, продолжайте молиться, продолжайте уповать, потому что Бог силен восстановить всю вашу жизнь. Возможно, вы служили когда-то и сегодня не служите. Возможно, что-то произошло и отдалило вас от Бога. На самом деле доверяйте Ему, потому что Он обращает эти слова к вам. Возвеселись неплодные, нерождающие, воскликни, возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей. Вы будете плодоносить, придет, настанет момент, дождитесь того момента, когда вы принесете плоды. Потому что сегодня Израиль, на самом деле, цветущий сад. Да, еще не все так, как нам хотелось бы. Не вся пустыня еще цветет. Не вся пустыня цветет. Но, тем не менее, это намного больше, чем когда этот народ находился в рабстве. Поэтому я предлагаю с этого начать и помолиться. И я хотел бы помолиться за тех людей, кому адресовано это слово, чтобы Господь укрепил вас и чтобы вы следовали за ним дальше. Отец Небесный, мы молимся, Господи, и я благословляю. Мы благословляем людей, кто находится в этой ситуации, как когда-то еврейский народ, как когда-то. Сара, Господи, я молюсь Тебе. Обращаю эти слова, которые Ты показал мне. Возвеселись неплодные, нерождающие. Воскликни, возгласи, не мучившись родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющих мужа. Отец Небесный, благослови. Я высвобождаю это слово на тех людей, кто нуждается в этом, кто застрял где-то, кто отступил, кто потерялся, Господи. Я молюсь Тебе, Отец, чтобы каждый из этих людей нашел Тебя, нашел Твое место, Господи, которое Ты определил для Него. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, высвобождаем Твои планы, высвобождаем Твою волю и благодарим Тебя, что Ты запечатываешь и хранишь этих людей, Господи, во имя Иисуса Христа. Ты сказал, Господь, когда Ты был на земле, что всех, кого Господь, Отец доверил Тебе, Ты сохранил их. Поэтому мы молимся, чтобы эти люди были сохранены. Те люди, которые хранят сердце, которые хотят ходить Твоими путями, чтобы Твое слово исполнилось для этих людей. И во имя Господа и Иисуса Христа благодарим Тебя. Аминь. Есть еще, может быть, в продолжении того, что говорил сейчас Евгений. Есть такое место в послании филиппийцам. Я просто напомню, что послание филиппийцам было написано к одной из любимых церквей Павла, если не вообще к самой любимой церкви Павла. И находилась церковь в городе Филиппо, и большинство людей, которые находились в этой церкви, были рабами в то время. И, в принципе, все это слово, все послание к филиппийцам, это послание ободрения. Но здесь есть вот такие строки, которые являются, я считаю, продолжением того, что сейчас говорил Евгений. Это 2 глава с 12 стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делаете без ропота и сомнения. То есть вот то, что сейчас говорил Евгений по поводу того, что Сара начала немножко, может быть, сомневаться в том, может ли она иметь детей, не может ли она иметь детей. Это обычно трактуется, как они с Авраамом решили помочь Богу. Это был своего рода ропот. То есть они были в неверии. И понятно, что мы знаем, что уже вменилась в праведность Авраама то, что он поверил Богу, и Сара уже была благословлена. Но тем не менее, почему-то они начали роптать. И, ну, не знаю почему, решили, что Бог не благоволит к ним. Потому что столько времени ждем ребенка, а ребенка нет. Да, уже скоро под сто лет. Уже скоро будет юбилей, который тогда, ну, может быть, был в порядке вещей. Но тем не менее, они так и не верили в это. И вот здесь как раз Павел и пишет, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть мы единственное, на что можем повадить, это на то, что Бог в нашей жизни совершит так, как Ему нужно это сделать. Мы уже говорили неоднократно здесь в прямых эфирах, что молиться Богу и говорить, да будет воля Твоя, ну, я не знаю, стоит ли или нет, потому что воля Его все равно будет в нашей жизни, если мы доверяем Богу. Да, если мы не доверяем Богу, все равно воля Его будет в нашей жизни. Поэтому нам просто нужно, может быть, молиться больше и пребывать в таком понимании, что нам не нужно роптать, нам не нужно быть маловерными, нам нужно просто все делать без ропота и сомнения, как говорится здесь в послании Павла к филиппийцам. И в этом, я думаю, как раз и будет заключаться то самое послание, которое мы должны пророчествовать в свою собственную жизнь, что мы делаем все без ропота, все делаем без сомнения, и Господь совершит все в нас по своему благоволению. Вот такое... Господи, очень хорошее дополнение. Вы знаете, каждый раз, когда я думаю об Аврааме и Саре, то, учитывая те шаги и те решения, которые они принимали, то мне приходит большая уверенность, уверенность в том, что Господь нас не оставит. Даже когда мы делаем что-то неправильно по своей неоцитиве, из-за этого мы не должны бояться, мы не должны бояться делать какие-то определенные шаги. Важно понимать, что то, что Бог назначил, даже то, что родился Измаил, ведь это не поменяло планы Божьи. Да, это причинило какие-то моменты для Авраама и Сары, расстройства и все остальное, но тем не менее Бог исполнил все равно свое слово. Или даже мы вспоминаем тот момент, когда он первый раз услышал от Бога слово и попытался Сару пристроить то фараона в дворец, хотя вроде бы по логике она-то должна родить. Ладно, на тот момент он еще этого не знал, он знал, что через него произойдет семя. Но потом пришел другой момент, к нему пришли ангелы, сказали, что именно Сара через год родит сына. И следующая глава после 20 главы Бытия, 21 глава, описывает ситуацию, что он еще раз пристраивает ее во дворец. То есть уже он, имея слово о том, что Сара родит, поддается своим эмоциям, он говорит, я испугался. То есть мы видим с вами, что это был человек, мы видим с вами, что у него были какие-то свои страхи, свои недостатки, но Слово Божье, и Бог насколько сильнее человека. Человек не может испортить план Божий. Мы видим, что Бог все равно сильнее. Написано, он берет и посылает ночью сон этому филистинскому царю, и мы видим, что он все исправляет. Вплоть до того, написано, перестали все рождать в его доме. И Бог говорит ему, позови Авраама. Авраам пришел и помолился, и написано, все исцелились. И он говорит, кто она тебе? Он говорит, она жена мне. Что же ты? Как же ты? Почему со мной такое сделал? То есть я вижу, насколько Бог охранял и защищал свой план, потому что это был прежде всего его план, а не только Авраама? И я думаю, что продолжается на протяжении всей Библии, мы видим, как Бог просто превращает грех в благодать. Слава Богу! Да, мы помним тут печальную историю с дочерью, с дочерью Милота, от которых в том числе родился Муав. Да. А потом Моавитянка Руд стала бабушкой царя Давида и находится сегодня в одном из колен от нашего Мессии. И Бог просто, ну, вы знаете, всегда сравнивали, вот я знаю такого человека здесь, замечательный евангелист, проповедник, пастор Большой Церкви в Израиле, зовут его Мену Калишер. Он просто замечательно изобразил это в двух словах. Говорит, как вам объяснить, говорит, что такое абсолютная власть Бога? Вот он создал этот мир так, как ему нужно было его создать. Он знал, что придет кто-нибудь, кто из этого мира сделает вот такое вот греховное прибежище здесь на земле. Но при всем притом он приходит к этому вот кому-то, да, ну, мы знаем, о ком идет речь, он приходит к этому кому-то и говорит, значит, смотри, ты можешь сделать вот так, можешь сделать вот так, можешь сделать вообще как хочешь, но в конце концов я приду вот отсюда и вот отсюда и закончу все, что нужно будет сделать. А теперь можешь идти. То есть, Бог все равно сделает все, что нужно сделать. Он действительно верховная власть, выше его никого нет, и никто не может пойти против него, но самое главное, и почему действительно стоит любить нашего Бога, и почему действительно стоит верить ему, он никогда отбирал у человека свободу выбора. Никогда. Он знает то, что мы согрешили не потому, что он заранее так предрасположил, а потому что он знает, что мы к этому способны. И у него есть четкое понимание того, как он, не мы сами, а он нас из этого состояния выведет. Вспомните Давида с его грехами, вспомните Авраама с его помощью Бога, вспомните дочерей Лотоса с его всякими там другими вещами и так далее. То есть, на самом деле, Бог, он выводит из любой ситуации, нам нужно просто ему доверять без сомнений робота. И за это, я думаю, стоит помолиться, потому что у нас много вопросов, которые мы получили. Но я перед этим, я еще прочту такое место, как раз в Исаии 54 главе написано «Возвеселись, неплодные, нерождающие, воскликни, возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленных гораздо более детей, нежели умеющих мужа. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твоей и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо, налево, потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь поруганий. Ты забудешь посрамление юности твоей, не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». И дальше идет описание, что совсем на немного я тебя оставил, и по великой милости восприниму тебя вечной любовью. И ты посчитал, что 365 раз Бог дает повеление нам в жизнь, 365 раз, на каждый день года. Не бойся и не смущайся. Это написано, не бойся, не страшись, 365 раз. Поэтому не бойтесь, Господь ведет вас верной дорогой, просто доверяйтесь. Я вижу просто, как Господь вселяет в вас уверенность, и если в вашей жизни были какие-то определенные случаи, ситуации, которые навевают вам страх о том, что опять будет неудача, опять что-то будет, опять вас постигают, этот круг уже не будет такой, как был до этого в вашей жизни. Поверьте просто в эти слова, то, что Господь освобождает, останавливает и выводит вас, чтобы вы расширили место шатра своего, начали верить Богу. Отец Небесный, мы молимся сейчас за Людмилу Фетисову, мы молимся сейчас за решение вопроса с квартирой, переоформление документов. Мы также поднимаем перед тобой Екатерину и просим за ее двоюродную сестру. Мы молимся, чтобы психическое расстройство, Господь, чтобы ты восстановил ее психику, чтобы во имя Иисуса Христа ты поставил эти границы, чтобы она могла принять твое восстановление во имя Иисуса Христа, чтобы депрессия была остановлена. Мы запрещаем депрессии во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за Марину, мы молимся и просим тебя, Господь, за исцеление и восстановление. Мы запрещаем депрессии во имя Иисуса Христа, мы запрещаем этой бессонницы, мы останавливаем во имя Иисуса это истощение душевное, духовное. Мы провозглашаем прямо сейчас полное восстановление, исцеление во имя Иисуса Христа. Запрещаем тебе дух депрессии. Оставь этих людей во имя Господа Иисуса Христа. Отец Небесный, мы молимся за Полину из Германии, чтобы Твоя целительная сила пришла в ее желудок. И за внучку Роме мы молимся также за исцеление речи слуха внука во имя Господа Иисуса Христа. Мы провозглашаем Господи и запрещаем всяким страхом в сердце у Майка, у внука Майка во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем и берем власть над этими страхами. «Страхи развейтесь во имя Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Мы молимся за Ольгу, за развитие и благословение ее служения. Ты видишь, как они начали евангелиционные служения. Мы молимся, чтобы она могла распространить место шатра своего. Эти слова Господь, пусть она не боится, не смущается, доверяет Тебе и следует за Тобой, Господи. Пусть распространится она направо и налево. Пусть Евангелие распространяется через нее. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господи. Мы молим также за Олесю, за ее исцеление. Исцели Олесю. Прямо сейчас мы провозглашаем Твое исцеление для нее, Господи. Благословляем Тебя, Господь. Молимся и провозглашаем Твои ответы для каждого из этих людей. Во имя Иисуса Христа. Будьте с нами. Мы уходим на небольшой перерыв. И у нас еще впереди блоки молитв и рассуждения над Словом Божьим. Поэтому мы с вами в контакте. Здравствуйте. Меня зовут Землянская Мария. Я из Хабаровска. И больше 10 лет назад, когда я была еще неверующая, но моя мама уже ходила в церковь, у меня была тяжелая ситуация в жизни. Я не сдала экзамен, и меня грозились выгнать из института. И для меня это была трагедия. Просто жизнь и смерть была, можно сказать, на волоске. Я смотрела ТБН, и там была бегущая строчка, что позвоните, если у вас есть молитвенная нужда, мы поддержим вас. Я позвонила на эту горящую линию на 8800. Мой вызов принял пожилой человек. Я получила большое ободрение, которое спустя уже больше 10 лет, оно до сих пор... В моем сердце большая благодарность за телеканал, за эту линию, за этого пожилого христианина, который просто вдохновил, ободрил и благословил меня. Колл-центры ТБН ежедневно принимают звонки и письма от телезрителей. В реальном времени мы направляем молитвенные нужды ведущим и гостям эфира. Здесь всегда готовы ответить на ваш вопрос и услышать ваше мнение о работе канала. Мы приглашаем вас стать участниками телевизионных процессов. Просто позвоните нам. Звоните прямо сейчас. Рассказывая о своем чуде исцеления, ты помогаешь другим людям обрести веру в Божью силу, в Божью славу, в добрые дела и спасение. Ведь каждый прожитый тобой день – это уже чудо. И если в этом чуде ты рассмотрел Божий промысел, прочувствовал его, поделись этим с такими же, как ты. Давайте вместе зажигать огонь в сердцах миллионов. Моя бабушка, которая 97 лет, живет в Тулкинском районе, почти на берегу озера Байкал. И они не имеют возможности ходить в церковь, но они смотрят телеканал «Благих новостей» по спутниковой антенне. И недавно, когда мы приезжали к ней, она рассказывала, что все, что там проповедуют, это очень интересно, это очень зажигательно и поучительно. И когда тетя заболела диагнозом рак, они молились вместе с пасторами, кто проводил марафон молитвенный. И тетя исцелилась от рака, и сейчас почти снята с учета. Аллилуйя! Слава Богу! Я так рада быть с вами, быть в этом эфире, потому что это время служения. И в Божьей благодати для нас это огромная-огромная радость, огромная честь видеть ваши благословения. Спасибо вам, Яков, из Казахстана. Спасибо, что вы вместе с телеканалом «Благих новостей» приглашаете ваших друзей, родных присоединяться к эфиру, к молитве, потому что наша миссия и наше сердце открыто к вам, и мы хотим, чтобы как можно больше верующих были затронуты этим замечательным движением молитвы, общения с Богом. То, что мы провозглашаем, мы провозглашаем Евангелие Царства Божьего, потому что когда Иисус пришел, Он сказал, «Я проповедую Евангелие Царства, которое приходит неприметным образом внутрь вас, и постепенно наши преображенные сердца начинают преображать мир вокруг нас». И это происходит в комплексе, это благословенно, потому что как можно больше людей приходят к Иисусу, узнают эту чудесную новую жизнь, узнают эту радость, узнают этот восторг действительно. И это настолько чудесно быть с Ним, что никакие соблазны этого мира или испытания тех, кто по-настоящему вкусил, вот эту вечную жизнь, благодать, Слова Божьего никто и ничто не может отлучить от любви Христовой. И мы провозглашаем, что Царство Божие из города Великого Царя, из Иерусалима, оно просто наполняет сейчас ваши сердца, наполняет ваши дома, наполняет миром Господь. «Слава тебе и хвала, спасибо тебе!» Я видела и слышала молитвы, которые возносились в этом эфире за людей, у которых есть духовные, душевные сложности, проблемы, биполярные расстройства, депрессия. Но Господь сказал, мое слово подобно мечу обоюдоострому. Принимайте сейчас обновление, мир, покой во имя Иисуса Христа. Я просто благодарю тебя, Господь, что ты разрушаешь вот эти твердыни печали, твердыни вот этих печальных мыслей, Господь, расстройств, забот. Ты, Господь, говоришь в наши сердца, что ты взял на себя все наши заботы, все наши немощи. И мы, здесь находящиеся в студии, благословляем чудесное имя Господне, потому что мы это делаем так же. Господь испытывает слово в жизни Евгения Тайца, Господь испытывает и жизнь испытывает, насколько Царство Божие из Авиэля простирается внутрь, когда приходит давление, как Он среагирует как человек или как Дитя Божье. И Он победитель, и каждый из вас победитель. Пусть этот Дух Победы просто захватывает вас, благословляет вас во имя Иисуса Христа. Благодарим, что вы присылаете ваши вопросы к нам в эфир, потому что это очень важно. И мы здесь хотим и готовы отвечать на эти вопросы. И вот последний вопрос, который я вижу. Да, я его тоже вижу. Наталья из Беларуси спрашивает, можно ли верующей сестре из Пятидесятнической Церкви выходить замуж за православного и католика. И, знаете, я хотела бы еще раз подчеркнуть, мы проповедуем Евангелие Царства. И мне очень нравилось, что мой супруг, он стоял на Евангелии, и он подчеркивал, общаясь с христианами разных динаминаций. Мы не должны смотреть на то, что нас разделяет, мы должны смотреть на того, кто нас искупил, и кто сделал нас своими детьми по одной крови, соединенной и пролитой за нас, и чью жертву мы принимаем. И если мы смотрим на Евангелие, то мы и братья, и сестры, независимо от того, православный или католик, все зависит только от того, исповедует ли этот человек Господа как своего Спасителя, знает ли он его лично, насколько высоко этот избранник, тот, кто предлагает, я так понимаю, соединить жизни вместе с сестрей, с пятидесятической церкви, знает ли он Иисуса Христа, стоит ли он на Евангелии, является ли он нашим братом по духу и по слову, или этот человек только по названию, там, православный или католик. Вот есть, опять же, постание к филиппийцам, в четвертой главе, Павел пишет, «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши в Иисусе Христе». Я думаю, что стоит, на самом деле, помолиться вам, сестра, которая задает вопрос, на тему «В духе ли вы?», потому что если вы в духе идете за своим сердцем, то, на самом деле, сердце ведомо Духом Божиим. Если там нет присутствия Духа Святого, то Господь просто, как мы только сейчас говорили в первом блоке, Он не поведет вас этим путем. И на самом деле, то, что Виктория сейчас сказала, нам абсолютно не важно, в какой динаминации человек, потому что мы знаем, ну, что греха таить. Есть люди, которые входят в евангельские церкви, они не крещены Духом Святым, и есть католики, которые, да, крещены Духом Святым, молятся на языках. То есть здесь не имеет значения, в какую мантию человек одет, или какой крест он носит, или в какую церковь он ходит. Главное, чтобы в фокусе этого человека был Иисус Христос, потому что Он есть глава церкви, Он, соответственно, глава семьи. И если муж будет следовать заповедям Иисуса Христа и будет его достойным учеником, то, ну, я не знаю, как он себя называет, имеет ли это какое-то значение. То есть стоит помолиться просто в духе ли вы идете за этим человеком. Да, моя подруга одна вышла замуж за православного священника, ну, мы были еще там студентками, 20-ти чинтолетними, может быть. Но для священника это было открытие, он думал, что абсолютно вся правда, абсолютно вся истина и полнота только в православной церкви. И вдруг он увидел любящих Христа людей, и почитающих Слово Божие, и любящих церковь людей, молодых людей. Вот в евангельских церквях, протестантских церквях для него это было тоже свидетельство и своеобразное Евангелие. Поэтому, чтобы вы не чувствовали себя как бы страдающей в этом браке, вам нужно действительно самый главный вот этот вопрос увидеть, спросить у Господа, испытать сердце вашего избранника, насколько, что для него важнее, Иисус или традиции. Потому что есть люди, которые, да, они признают Иисуса Христа, но все-таки традиции и вот этот внешний антураж для них гораздо важнее законнические формы какие-то. И в таком случае это может быть действительно несогласием, когда двое не могут согласиться пойти вместе, если для них самый главный не Иисус, не та любовь, не тот дух единства, терпения, поддержки, вдохновения, которые побуждают нас изменяться в его образ и подходить тогда друг к другу, пристраиваться и служить друг другу в любви. Просто исчерпывающе вы все поотвечали. Я просто думаю, что бы еще добавить. Но по сути своей это действительно так. Вам нужно проверить, посмотреть на человека, идет ли он за Христом. А как он там называется, это следующий вопрос. И как он, конечно, относится к вам. Как любят говорить бабушки, главное, чтобы человек был хорошим. Поэтому он должен со всех сторон быть вот такой. И помолитесь и спросите у Господа, потому что он даст вам мудрости, даст вам понимание. Он знает все наперед, поэтому он знает, с какими проблемами вы можете столкнуться в жизни. И если у вас загорится вот это внутри, и вы можете довериться Господу, то тогда он устроит ваш брак, устроит вашу жизнь. И вот все то, что было сказано, это да и аминь. Потому что люди должны сходиться вместе, соединяться вместе для того, чтобы идти за Христом, а не идти от Христа. А в этом случае, неважно, как этот человек, к какой деноминации он относится. Главное, знать, что этот человек знает Бога или хотя бы хочет знать Его. Остальное это уже тростепенные вещи. Ну, как бы, я, вот это мне напрягает. Потому что хочет знать Бога, это действительно хорошо. Но я знаю случаи, когда, например, девушки выходили замуж за молодых новообращенных, утвержденные во Христе, христианки, выходили за молодых новообращенных христиан. И, к сожалению, юноши, которые демонстрировали любовь к Богу, стремление вроде бы изменяться, они не завершили процесс своего обращения и изменения до брака. Девушка дала обет верности юноше, молодому человеку, мужчине, быть с ним во все дни. Но из-за того, что она была более зрелой, а он менее зрелый, этот брак потом, например, терпел сложности. Потому что молодой дочь сказал, что я закончу процесс моей трансформации после брака. А после брака у него пропал стимул. И, в общем-то, другие вопросы перед ним стали, как перед мужем, отцом и так далее. Поэтому речь идет о том, что нужно спрашивать у Господа, потому что Господь знает, как этот человек дальше будет стоять. Потому что я знаю аналогичные ситуации, где люди выходили замуж и женились не настолько за утвержденных людей. То есть как определить духовность этого человека? Сколько часов он молится или сколько он там ходит в церковь, это же глубоко внутри сердца. Как он там пройдет испытания, как он себя покажет. И я знаю счастливые браки, когда человек себя показывал, когда взять меня просто. Когда я женился на своей жене, она была более духовной, у нее был более духовный стаж. Я пришел, мне там буквально, я год верующий, поехал в библейскую школу, она на меня смотрела, и все остальные меня не воспринимали. Они воспринимали, она духовный лидер, она сильная и все остальное. А я был так себе, физкультурник, который пришел в церковь, я не имел какой-то сана или посады из украинской, в смысле, позиции. Да, статуса или позиции. Поэтому это был конфликт, и многие не давали мне, что с меня что-то хорошее получится. Но что-то получилось, да, получилось. То есть в этом случае нужно доверять Господу. И я тот человек, который могу сказать, что мне никто не давал так, что прямо там много наперед, что она была лидером прославления. Я был просто там, приходил на домашнюю группу. Прихожанин. Да. А вы быстро поженились после того, как вы узнали друг друга? Вот я просто хочу сказать, что есть время и испытания, не торопитесь, просто не торопитесь. Нет, мы общались год, мы общались год. То есть уже двух летний был верующий? И потом уже, ну да, я был после библейской школы. Но все равно, все равно люди ломаются, люди, то есть на того, на кого мы не ставим, те проходят. То есть мы люди, мы можем ошибаться, и поэтому Бог знает сердце человека. Поэтому нужно доверять Господу для того, чтобы в действительности мы не знаем, что сыграет. И в браке это очень важный момент, чтобы спрашивать у Бога. То есть понятно, он не будет руководить и показывать, это он. Потому что есть много ерунды в этом отношении, когда люди водятся пророками, когда люди водятся какими-то непонятными вещами. Или когда человек чувствует, вот этот человек, это от Бога, и он чувствует, как идет на плаху. Он должен типа жениться. Или человек приходит и говорит, мне Господь сказал, что нужно тебе жениться. Я спросите, но мне Господь такого не говорил. Это контроль, да, это контроль. Это важно тоже понимать. Но вот эта мудрость от Бога и понимание внутреннее, оно должно присутствовать. И прежде всего у девушек, я думаю. Почему девушка дает согласие, она должна понимать. Потому что парни могут запудрить мозги очень быстро. Хорошее признание. Я просто вот две недели живу в послании к филиппийцам, пишу по поводу этого послания, работу. И опять же, отсюда же... Да, ты на все вопросы отвечаешь от этого послания. Да, на все вопросы есть. В 27 стихе первой главы написано, только живите достойно благовествования Христова. Вот это слово «достойно» на греческом языке обозначает, соответственно, своему гражданству, да, «политумай». И гражданство наше, как мы знаем, небесное. Соответственно, мы, да, мы Вадимы, Духом Святым, и наши ценности, они небесные, наши ценности, они ни отсюда, ни от мира сего. И, соответственно, мы не можем в выборе своей второй половины, кстати, вот тоже были вопросы, которые были представлены до эфира, тоже вопрос был про то, как найти свою половинку. Найти свою половинку достойно своему гражданству. Потому что мы вот, кстати, и Павел продолжает там же в послании к филиппийцам, уже во второй главе, в пятом стихе написано, «Ибо в вас должны быть те расчувствования, которые в Иисусе Христе». Слово «чувствование» здесь может быть неуместно в том плане, что мы должны какие-то эмоции испытывать, а имеется в виду, что мы должны быть в том же состоянии ума, который предписанным Иисусом Христом. То есть мы, вводимые его заповедями, его ценностями, которым пришел и дал нам, можем выбрать себе именно путь, по которому, или будем так говорить, не путь, а критерий, по которым выбирать себе вторую половину. И к тому же неважно на самом деле православный, или католик, или там пятидесятник, или баптист, или любой другой динаминации. Главное, чтобы еще раз, он тоже себя вел достойно своего гражданства. То есть если он считает себя гражданином Царства Небесного, будучи здесь на земле, то и поведение должно быть соответствующее. Поэтому я думаю, что вот все эти ответы, которые мы дали, они на тему задуматься над тем, кто этот человек в Иисусе Христе. И тогда, я думаю, ответ придет сам по себе. А как все-таки найти вторую половинку? Провокационный вопрос. Надо искать. Надо искать. Надо искать, опять же, искать по критериям, которые установила Библия, которые установил Иисус. И эти критерии, они достаточно простые на самом деле. Это критерии того, как мы должны видеть себя в теле Христа, потому что об этом нам скажет Библия. Нам не нужно никого спрашивать, кто я в теле Христа. Нужно просто углубляться в Слово, вникать в Писание и в себя, и понимать, кто мы в теле Христа. Как только мы это поймем, мы начнем действовать, исходя из этих критериев. То есть представьте себе, что он нехороший пример, но он самый простой. Вы нанимаете себе на работу не просто человека, вы нанимаете себе партнера на всю оставшуюся жизнь. То есть работа ваша, то есть поле ваше, где вы будете трудиться, это ваша семья, это вся жизнь, которую вы проживете вместе. Плоды ваши, это ваши дети, это дети ваших детей. И вы не можете выбрать человека просто так, а потом его дотачивать, допиливать и так далее. Нужно изначально, чтобы ваши критерии, ваши ценности совпадали друг с другом, для того, чтобы потом... Понятно, что будет искрить в любом случае, не бывает семейных отношений без конфликтов. Но конфликт, он всегда хорош только в том случае, если мы знаем, к чему он должен привести. А по Библии конфликт в семье должен привести только к одному. Мы все должны укрепиться в Иисусе Христе. И если этот конфликт возник на почве того, что кто-то что-то не то услышал на улице, вы знаете, мы все равно подвержены воздействиям разных мирских ценностей. Что-то не то увидел, кому-то что-то не то сказал. И это место, вот как раз, когда написано, что не давать место дьяволу, то место, когда мы да, дали место дьяволу, он не знает, что вы живете с дьяволом в доме. Упаси вас Бог так думать. Вы просто должны сесть вместе с человеком и понять, вы дальше куда идете. Кто фокус, кто тот генерал, за которым вы идете на победу в этой войне. Который, кстати, уже выигран, не надо за ней охотиться. Нужно идти за генералом именно в победе в этой битве. Но это уже другая история. Я просто хотела, чтобы мы вопрос закрыли молитвой, потому что Господь действительно желает. Но я хотел спросить, как вы поняли, Виктория, что это правильный человек для вас? Как это было? Как вы ощутили, что вам надо сказать «да»? Ну вообще, на самом деле, это как бы за три минуты, может быть, не ответить, но я постараюсь. Мы продолжим. Да, но суть заключается в том, что у меня действительно был не традиционный случай, потому что я как раз тоже был товарищ, который создавал списки. И у меня один список, как бы я когда получила, я поняла, что не, не, это совсем не то, что мне нужно. Второй список, я опять поняла, что это не то. И как бы списки постоянно сокращались, как бы от, там, не знаю, десяти пунктов, там, к трем, там, к четырем, и в конце концов, в три. И там буквально я поняла, что в реальности, действительно, первое два, самое главное, это, что человек должен быть не просто христианин, о чем мы как раз говорили в первом. Этот человек должен слышать Бога, любить Бога и хотеть меняться. Вот, вот, как бы для меня критерий христианина – это человек, который готов меняться. Потому что это самое сложное в мире, самое сложное, полно людей, которые считают себя совершенными, прекрасными, ну, или во всяком случае считают, что другие должны изменяться, а они нет. Христос побуждает нас искать то, в чем мы можем быть лучше, развиваться, растягиваться, простираться. И это дает очень большую надежду и основание для того, чтобы двое могли согласиться. Ну, и третий, чтобы мы по дарам как-то совпали, и хотя мой супруг на тот момент будущий, как бы, вот, чисто по душе я не понимала такого человека, как он. Он был для меня, как бы, человек с другой планеты вообще. Мы совершенно в разных обстоятельствах росли и формировались, но когда я стала понимать, что вот это то, чего я хотела, в общем-то. Это человек, который любит Бога, слышит Бога, следует за Богом. Это человек, который сказал Богу «да», и его жизнь трансформируется. И для меня это было самым главным обстоятельством. Были еще там уроки. Ну, это на самом деле главные вещи, да. Да, вот этот принцип позволил нам соглашаться, быть вместе, глубоко посвященность Иисусу Христу. И мне Бог перед, в любом случае, даже еще мне не сделано было предложение, я поняла, что что-то происходит, и нужно было решать, как. Но Господь мне сказал, что из-за того, что я, как бы, по-человечески его почти не знала, Господь сказал, во-первых, я над мужем, я буду разговаривать с ним. Из-за того, что он меня слышит, я буду с ним разбираться, если что-то не то, я буду разбираться с тобой, и я буду всегда между вами. Вот это вот было очень для меня сильным. Я знала, что Бог всегда будет на моей стороне, Он будет защищать нас друг от друга, и соединять нас, и работать вместе с нами. Это есть гарантия, да. Это была самая большая гарантия, вот от того, что ты не знаешь, что в глубине сердца человека, какой выбор он сделает, и так далее. Но Бог мне подтвердил, что Игорь был послушен Богу, и он был желанным сыном. И это действительно чудо для меня, и благословение. И во имя Иисуса Христа мы просто благословляем тех из вас, драгоценные, кто спрашивает о второй половинке, кто хочет идти с кем-то, кто поприще, тот путь жизни, который ты, Господь, нам дал. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мудрость, силу, ревность, Господь, искать Тебя, находить Тебя, наслаждаться Тобой. Господи, искать хороших друзей, хороших людей, чтобы быть вместе с ними в первую очередь. И Господи, не закрываться в скорлупу, Господь, не закрываться в свои только представления, но слушать голос Твой, быть готовым изменяться. Во имя Иисуса Христа мы также молимся сейчас о тех, кто страждет. Надежда в Испании, Барселона, она просит молитвенной поддержки, она живет с сыном на улице, денег нет заплатить за комнату. Господи, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, что Ты сейчас посылаешь ангелов Твоих, Господь, людей, которые помогут Надежде, которые защитят ее от всякого зла. Во имя Иисуса Христа, которые протянут ей руку помощи, подскажут варианты, как ей выйти из этих трудностей, из этой потерянности, потому что у Тебя никто не потерян. Даже малые птицы, Господь, пред лочами Твоими, каждый волосок у нас сосчитан. Мы просто высвобождаем эту благодать, Твое решение в самых разных вопросах, в самых разных, Господь, и с квартирой, и с документами. Сегодня я получила, Господь, от Тебя благословение, спасибо Тебе, и просто с этой силой помазания и молитвы я просто делюсь и благословляю каждого из Вас. Мы вернемся к Вам буквально через несколько минут. Пишите нам, звоните, мы молимся вместе с Вами. Когда-то в 14 лет мне пригласила моя однокурсница на служение, которое у них было в домашних условиях. И там я узнала про Господь Богом. И тогда я уверовала. Но когда я ходила каждый раз на собрания, и мне стали говорить, что краситься нельзя, ходить на дискотеки нельзя, потому что это все грех. И стали рассказывать о других вещах, которые ведут к греху. Тогда я стала задумываться, потому что я была очень молодая, и мне нравилась эта жизнь, мне нравилось краситься, мне нравилось, ну, мне хотелось выйти замуж, познакомиться с красивым парнем, да. И так я незаметно отступила от Бога. И я перестала ходить на собрания. И у меня были мечты, на самом деле, выйти замуж, иметь семью, иметь двоих детей, дочку и сына. И шли годы, но мои мечты, они так и остались мечтами. Замуж я не вышла, а жила гражданским браком. Через какое-то время у меня умер гражданский муж, и моя жизнь пошла под откос. Я поняла, что я осталась с этой бедой одна, мне некому помочь. У меня все друзья куда-то отвернулись, и я осталась с этой бедой одна. И я стала, вместо того, чтобы меня вытягивать, друзья стали приносить меня, успокаивать спиртным. И, начиная с пива, потом я заканчивала более тяжелыми напитками. И так я медленно начала спиваться. В один прекрасный день, когда мы сидели в компании с моей подругой, и заговорили, муж подруги спросил, а чего же вы не хотите идти устроиться на работу, потому что в доме не хватает денег. И я очень была горда, я сказала, да я со своей профессией, я устроюсь на работу хоть завтра. Наступило завтра, и мы пошли с ней искать работу. Я по своей специальности швея. И я была полностью уверена, что я найду эту работу, потому что у меня была хорошая операция, на которой я сидела, и я знала, что на любую фирму, на которую я пойду, меня везде возьмут. Но когда мы стали ходить по этим фирмам, меня нигде не брали. Везде я слышала отказ, потому что начался кризис, и швей везде хватало. Мало того, что и хватало, то и сокращали людей. И тут я поняла, что действительно я ничего не могу. Я осознала то, что я в этой жизни никто и ничто. И я вспомнила о Боге. И когда я вспомнила о Боге, я стала молиться. Я встала дома на колени и говорю, Господь, если Ты меня сейчас слышишь, если Ты есть, я вижу перед собой тупик. У меня в жизни ничего нет, я все потеряла. Помоги мне, вытащи меня с этой ситуации. Иначе я наложу на себя руки. Или напьюсь каких-то лекарств, или просто повешиваюсь. Ну, не знаю, жить больше не хочу. И Господь не заставил себя долго ждать. И Он ответил на мои молитвы. И через соседку Он сказал, что тебе надо идти в церковь. Там кормят. И так я обратно вернулась к Господу. И сегодня я уже в Боге. Сегодня у меня уже есть семья. Господь вернул мне тех детей, которых от меня отобрали. И слава Богу, что у меня с ними хорошие отношения. Мало того, Бог дал мне новую семью. Он мне дал прекрасного мужа, любящего мужа. Он мне дал новую дочь. И я безумно счастлива. Счастлива, потому что я сегодня могу гордиться Господом. Слава Иисусу Христу. Становитесь партнером ТБН на 2017 год. У вас есть уникальная возможность присоединиться к благому делу. Вы можете стать участником программы «Тысяча партнеров», задача которой – объединить добрые сердца. Вы готовы взять посвящение и ежемесячно поддерживать телеканал «Благих новостей» одной тысячей рублей в течение года? Присоединяйтесь к нам. Общественный телеканал ТБН распространяет Слово Божье по всей земле. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Сделайте пожертвования прямо сейчас. Быстрые переводы через сотрудников банков, салонов связи и Почты России. Western Union, MoneyGram, Золотая Корона – это быстро, надежно и доступно в любой стране. Валерия Жанщина. Алилуйя! И вы видели потрясающее свидетельство о том, как разрушенный дом, разрушенная семья, разрушенная жизнь преобразились, когда человек нашел самого главного. когда Ирина нашла Иисуса Христа, и вместе с духовной семьёй она смогла построить прочное, правильное взаимоотношение. И это наше желание и молитва о вас, чтобы сила искупления во всех сферах нашей с вами жизни наполнила нас до краёв. Потому что Иисус сказал, я пришёл вам дать жизнь, и жизнь с избытком. И жизнь не приходит только в какую-то одну сферу, только о здоровье, или только о финансы, или только взаимоотношения. Бог хочет, чтобы все сферы нашей жизни были исцелены, чтобы мы доверились Ему, чтобы мы работали с Ним. Это потрясающе, и меня очень вдохновляют люди, неважно, из какого уровня они начали. Иногда меня вдохновляют люди, которые даже не умеют правильно говорить на русском языке, или на английском, на украинском, на каком угодно языке. Но эти люди развиваются, они меняются, это стоит усилий. Но они считают, что лучше карабкаться по горе вверх, чем катиться без усилий вниз. И это просто чудесно. И вы победители, вы те, кто имеет ответ в Иисусе Христе. И для нас огромное благословение быть вместе с вами. Спасибо вам, Павла Николаевна. Мы будем молиться сейчас с вами за сына Геннадия, чтобы у него была работа, за освобождение внуков Виталия Алексея от алкогольной зависимости. В первой части эфира к нам приходили и вопросы тоже, и молитвы. Игорь из России молится о своей дочери Светлане. Ей 24 года, чтобы она нашла свою пару как раз. И Айдар просит молиться за исцеление от остеохондроза. Настилак, Киргызстан-Выштек, Бишкек просит молиться за исцеление родных, племянница. Это как раз место, где упал и разрушился самолет. После крушения самолета на их поселок они чудом остались живы. Но у нее и ее детей сотрясение мозга. У нее и у дочери ушибы грудной клетки справа, ушибы мягких тканей. У старшей сестры диагноз злокачественная опухоль, меланомы кожи четвертой степени. И так далее. Гузель, биполярное расстройство, депрессия. Возвращение к жизни, радости. Аллилуйя. Спасибо, Елена, за благословение. Мы поддержим вас в молитве за сестру, у которой диагноз рак кишки четвертой степени. У вас есть вера. Молиться за нее, потому что у этой женщины трое детей. Аллилуйя, Господь, Виталий и так далее. Мы будем молиться. И сейчас давайте помолимся за этим, Господь. Я буду расстройствовать, потому что в Салабузеле ее такое же написано у меня на странице. Венечество, молитвенная просьба. И она не первая, на самом деле, там сестры молятся уже очень давно за исцеление этой девушки. Она пишет от имени той девушки, которую нужно исцелять. Я просто хочу вам сказать, прежде чем мы помолимся, по поводу биполярного расстройства. Вспомните эпизод с сухими костями, с которыми Исаия не знал, что делать. И он спросил у Бога, а что делать с ними? И Бог сказал, пророчествуй им, высвободи им слово пророчество. Вот вы освобождаете слово пророчество на то, что этот человек исцелится полностью. Потому что человек с биполярным расстройством, это болезнь, ну будем так говорить, недостатка веры. Причем не только веры самого человека, потому что он находится, ну будем так говорить, не полностью в своей власти, а веры людей, которые его окружают. Во что мы верим, то мы и получим. Потому что если мы верим в то, что человек исцелится, значит он исцелится. И это биполярное расстройство будет полностью исцелено. Если мы будем провозглашать это каждый раз, что у него биполярное расстройство, что у него шизофрения, что у него психиатрическое заболевание, мы тем самым усиливаем основания, на котором все вот эти вот духи болезни, духи немощи присутствуют. Поэтому провозглашайте в нее здоровье, провозглашайте исцеление, провозглашайте то, что у нее все в порядке. То есть не употребляйте эти слова, исцели ее от, а наоборот, ты здорова, ты в порядке, ты среди живых, твое имя записано в книге жизни, и этому надо радоваться. И вот об этом нужно пророчествовать в ее жизни каждый день. Аллилуйя, Господи, слава Тебе, Господь, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, слава Тебе, слава Тебе, мы поклоняемся Тебе, Господь. Там в Слове Твоем сказано, входите во дворы Его с радостью, со словословием, Боже. И мы просто провозглашаем, что сейчас поток исцеления, Господь, поток Твоего благословения, он просто течет, течет от Твоего престола, Господь. Он течет, и, Господи, он сейчас входит в тела, в души, Господь, в разум Твоих любимых детей, Господь. Спасибо Тебе, что Ты входишь в жизни, Господь, Ты оборачиваешь обстоятельства в нашу сторону, Господь. Я благодарю Тебя за дыхание жизни Твоей, дыхание, которое наполняет нас, вдохновляет Божий, потому что Ты вдохнул Дух Свой в Адама. Господи, Ты сказал, живи. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем Твое Слово. Живите, пусть жизнь просто наполняет и переполняет истина, правда, здоровье, Господь. Твой план, Твоя ДНК просто сейчас, как Ты задумал наши клетки, наши крови, Ты создал те частицы, которые ведомые Твоей силой, движимые Твоей силой. Господь, они приумножаются, они атакуют и побеждают все те нарушения, Господь, всех тех микробов, вирусов, всякие разрушения, Господь. Ты просто берешь и сжигаешь, Господь, Духом Твоим святым. Мы благодарим Тебя, Иисус. Слава Тебе, драгоценный Господь. Такие места есть в той же 54 главе написано, ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли называется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой, На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью воспряму Тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо на время, но вечной милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, как поклялся, не гневаться на Тебя, и не укорять Тебя, и горы сдвинутся, холмы поколеблются, А милость моя не отступит от Тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь. Просто пусть это слово высвобождено будет для вас, о завете милости, завете любви с вами, чтобы вы не пережили, чтобы вы не прошли, какие бы испытания, трудности и оставленность, которые вы не прошли, Господь напоминает вам о своем завете мира, как супруг он вам, как возлюбленный, как тот, который, если не на кого вам положиться, не на кого, знаете, как Израиль был в Вавилонском пленении, ему не на кого было положиться, и он мог перестать быть как народ. Точно так же и в вашей жизни, возможно, то же самое, просто пусть Господь укрепит вас, и этот завет мира, вспоминайте о нем, знайте, что вы в завете с Богом, знайте, что что бы ни произошло, да, показалось так, как будто он отвернул от вас лицо, но тем не менее написано на мгновение, да, зато вечной милостью, любовью он вас окружит и даст вам плодоносить, и благословения придут. Отец Небесный, благослови каждого из этих людей, которые чувствуют себя оставленными, особенно вот эти люди, которые остались на улице, мы и, возможно, еще кто-либо, Господи, кто сейчас смотрит нас и в отчаянной ситуации, да придет напоминание, Господи, для них, что они в завете с тобой, что, Господи, ты защищаешь, ограждаешь и делаешь их жизнь безопасной и обеспеченной. Пусть преодолеют они это и выйдут на пространное место, и выйдут, и возрадуются, и возвеселятся от Твоего ответа, Господи, для их жизни во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и предоставляем Тебе этих людей, Господь, всех во имя Иисуса. Более, Господь, слава Тебе, Небесный Отец. И у нас есть очень интересный вопрос, как мне кажется, Александр из России говорит, я читаю книжку про нейрохирурга, и там описывают такие случаи, когда пациент находится уже при смерти или в очень тяжелом состоянии. Врачи советуют семье пациента дать ему просто умереть, не продолжать его мучения, перестать бороться. «Является ли согласие поступить, как советуют врачи, грехом или нет? Стоит ли соглашаться с врачами?» Вот такой интересный вопрос, на самом деле непростой. И почему-то было подозрение такое у Евгения, что Авель рвется ответить на этот вопрос. Ну, прям рвется, нет. Авель почти не ответил на него. Тяжело судить об этой теме, находясь там от вас за много тысяч километров. Мы не знаем, на самом деле, всей картины того, что там происходит. Мы не знаем, на каком основании вообще врачи делают такой вывод. Но я могу сказать, как человек, который, к сожалению, получил медицинское образование, что человек, который находится даже в коме, он все равно живой человек. Он живой человек, и он слышит вас, он понимает, что находится вокруг него. Кома – это всего-навсего состояние, когда мозг локализует ресурсы на собственное выживание и отключает все остальные органы и системы. Это не значит, что он умер. Он просто сейчас восстанавливает, насколько ему это возможно, если врачи не мешают ему. Заблокировано, да. У него такой режим экстренного энергосбережения. И имейте в виду, что когда вы разговариваете рядом с этим человеком, даже находящимся в коме, он все равно слышит все, что вы говорите. И если вы провозглашаете в его жизнь, не вы, может быть, врачи, что А – бессмысленно, А – не имеет значения и так далее, мозг все это воспринимает в режиме восприятия без всяких сторожей. И в конце концов, можно до пророчества, до того в его жизнь, до провозглашать, что он действительно скажет, окей, все, я отключаюсь, и наступит смерть. Поэтому лучше, во-первых, такие вещи не провозглашать. Я возвращаюсь опять к тому, что мы говорили о болезни, о биполярном расстройстве, в частности, когда человек тоже не находится на 100% под собственным контролем. Что мы будем пророчествовать в жизни, что мы будем провозглашать, то и будет в жизни этого человека. И у меня есть свидетельство по этому поводу. К нам обратился пастор из Кореи. Мы находились на лидерском служении, как раз на пасторском собрании в нашей церкви. У нас было там 5 человек. И позвонил пастор из Кореи и сказал, сейчас сын нашего пастора здесь находится в коме, в больнице. Врачи не знают, что с ним делать. Ему 13, то ли 15 лет. Он не дышит, не говорит, он подключен к аппаратам, он ничего не слышит. У него был инсульт, 15 лет. У него был инсульт, и он находится в коме. Мы начали просто за него молиться. Мы просили, чтобы телефон был постоянно на нем, в камеру, через Вайбер. Чтобы мы его видели, чтобы он нас слышал, то есть на громкой связи. Мы молились на русском языке. Он не знает русского языка. Но мы молились на русском языке и повелевали просто органам и системам начать работать. И по прошествии двух недель, что он был в коме, во время молитвы, он начал выполнять то, что мы ему говорим. Он открыл рот, он начал дышать. Ну, по крайней мере, дышать нет, но он начал, видно, что ему мешает трубка, он начал открывать рот и какие-то, да, пытаться дышать. Он начал шевелить руками, ногами. Самое главное, что он открыл глаза и смотрел четко в камеру, когда мы с ним разговаривали. Он не отворачивал взгляд. То есть человек в этот момент все слышит. Вот имейте это в виду, он живой человек. Если мы не будем верить в то, что Господь способен его восстановить, то где наша вера? Вот в Евангелии от Луки написано, когда придет Сын Человеческий, а найдет ли он веру, да, здесь, среди нас? Мы должны верить в то, что Господь способен его восстановить. Я вернусь обратно к постанию филиппицам. Я могу вам сказать, да. Четвертая глава, шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Если вы желаете, чтобы ваш, кто он? Отец? Нет, это просто человек. Он вообще чертах, да. Ему просто интересно, грех это или нет. Да, значит, если вы считаете, что этот человек должен жить, вы должны это желание открывать перед Богом. Бог всякой благодати способен исполнить любое наше желание. Иисус говорит, все, что не попросите во имя Мое, дано вам. Не будет дано, не предано будет при условиях, а попросите во имя Мое, и дано вам. То есть оно уже существует. Иногда Господь отходит от нас, и мы это видим в истории Сизеки, не для того, чтобы нас в чем-то наказать или в чем-то обличить. Он просто отходит в сторону и говорит, я проверю сердце твое. Что у вас на сердце, то будет в вашей жизни. Я думаю, вот то, что я... Все-таки ответ, грех это или не грех, если, например, человек думает, что у него нет веры молиться сейчас, как бы он больше видит те мучения и то тяжелое состояние, в котором находится его там, не знаю, близкий или знакомый человек. И сам по себе он чувствует, что вот у него нет веры, и он не может организовать вот такую прямую линию непосредственного, постоянного ходатайства. Может, пишите в колл-центр ТБН и просите, чтобы постараться за вас молились. Мы двигаемся в один день. Если он не сдается, не увидит обстоятельства. Это пример, да? Это пример, да? Человеку как-то не приемлем слова «нет». Аллилуйя Господь. Потому что у нас Господь, которого зовут «да» и «аминь». У нас нет Господь там «нет» или «изжеки-то». У нас «да» и «аминь». Поэтому Господь будет исцелять того человека, за которого нужно молиться. Через людей, понятное дело. Но мы всего-навсего инструменты. Написано «Мы возлагаем руки, Дух Святой исцеляет». И я просто призываю вас, особенно если у вас сейчас есть человек в тяжелом состоянии, который находится там, может быть, даже под, как это называется, искусственным дыханием. И вы можете при всем при этом пророчествовать, провозглашать жизнь в его организм, потому что на то воля Божья. Бог не создал нас для того, чтобы мы умирали. У нас Бог жизни. Иисус говорит, что наши имена записаны в книге «Жизнь и о небесах». Он же говорит, что все, что свяжено на небесах, будет связано на земле. Если вы верите, что вы, гражданин царства, в котором нет болезни, нет смерти, или утрет всякую снизу, это же самое нужно связывать здесь на земле. Потому что так говорит Слово Божье. Если мы этому Слову верим, то мы должны жить, как я уже говорил, соответственно нашему гражданству. Поэтому просто вот, книга эта нехорошая, оставьте ее. Читайте другие книги. Лучше вот эту, почитайте, здесь гораздо более оптимистичнее. И пусть Господь вас обильно благоставит. Смотрите, еще одна вещь. То, что вы смотрите, вы оставляете в своем вот этом вот органе между правым и левым ухом. Я просто вам говорю, что почитайте Библию, там написано, это не изобретаю, что берегите око свое, потому что оно светильник телу. Потому что если свет в нас есть тьма, то что такое тьма? Не читайте такие книги. Просто не читайте. Как профессор, например, говорил, не читайте советскую прессу перед обедом. Да, то же самое. Ну не читайте такие книги просто. У вас не будет таких вопросов. Более Господь, слава Тебе. Давайте тогда и помолимся сейчас. Здесь есть много вопросов именно как раз тоже о взаимоотношениях в семье. Анжелика из Беларуси говорит, что нападение со стороны брата, мужа, тяжелая духовная и физическая ситуация. Я узнаю Анжелику, она часто обращается к нам. А что там с нападением? Ну просто... Поддержите в молитве, нападение со стороны мужа, тяжелая духовная ситуация, козни застеление на уровне духа и души. Смотрите, на самом деле это все от лукавого нужно понимать. Да, давайте прямо сейчас. Просто поднимите руки вверх, когда сделал Давид, и провозглашайте в свою жизнь. Отец Небесный, прямо сейчас, Господь, запрети сатане действовать в моей жизни. Потому что он уже повержен две тысячи лет назад, и у него просто нет права находиться в вашей жизни, я просто сейчас, властью данной мне Иисусом здесь на земле, провозглашаю, что нет места врагу и вражеским проискам в вашей жизни. Я провозглашаю прямо сейчас духу насилия, духу страха, духу отверженности, покинуть ваш дом, покинуть вашу жизнь, покинуть тех людей, которые это все приносят в вашу жизнь. Потому что это не они приносят ее, это враг через них пытается разрушить вашу жизнь. И это все, это основание обнаружено, оно сейчас разрушено во имя Иисуса Христа, и сейчас только любовь. Я провозглашаю любовь Господнюю в ваш дом, любовь Господнюю между вами, написано братолюбие между вами, куда пребывает братолюбие, это не только любовь братьев, это любовь ко всем, кто нас окружает. Я просто провозглашаю эту любовь, пусть она изливает, принимайте ее во имя Иисуса Христа, пусть она обоймет вас сейчас и снаружи, и изнутри, и вас, и ваших братьев. Просто этот дух касается прямо сейчас вашего брата и вашего мужа, разрушая любые козни дьявола, верьте в это, принимайте это во имя Иисуса Христа и просто провозглашайте жизнь и славу Божию в вашу жизнь во имя Иисуса. Аминь. И я также присоединяюсь к тому, что вы, Анжелика, и тут есть Елена, Лилия из Турции, которая просит, чтобы молиться, чтобы ее сын Александр подружился с сводной дочерью неродной приемной Машей и так далее, там другие вопросы. Просто провозглашайте в вашу жизнь и в жизнь тех, кто враждует с вами благословение Божие. Пусть в вашем сердце будет мир, пусть из вашего сердца исходит слово благословенное, благодатное, и пусть Господь работает. Не отвечайте злом на зло, но провозглашайте добро, благословение и влияние искупляющей силы крови Иисуса Христа. Мы вернемся сейчас к вам и молимся вместе с вами. Звоните, пишите. Это открытая линия телеканала Благих Новостей. ТБН – это взгляд, устремленный в будущее. Это социальные проекты, которые призваны помочь людям. Телеканал проводит и поддерживает благотворительные акции, которые зачастую являются ответом на острые проблемы и нужды общества. Среди них – установка спутниковых антенн в детских домах, участие в проведении волонтерских программ, поддержка некоммерческого сектора и различных благотворительных фондов. Общественный телеканал ТБН «Россия» собирал гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Создал телевизионный проект «Рука о помощи», посвященный людям, пережившим Холокост. Постоянно поддерживает тех, кто занимается усыновлением сирот. Одним из крупнейших проектов канала является «Рождественская елка-ангела». Проект вмещает в себя не один регион нашей России. Его цель – восстановить разрушенные отношения между ребенком и его мамой или папой, которые находятся в заключении. «Рождественская елка-ангела» возвращает детей и родителей друг другу, дает им надежду на новую жизнь. Выбранное много лет назад направление создания и поддержки социальных проектов реально меняет жизни и судьбы огромного количества конкретных людей. Десятки тысяч тех, кто нуждаются в помощи, уже были затронуты нашим служением. Цель ТБН – формирование позитивного медиа-сообщества. Сегодня мы трудимся для вас. Нам не безразлично, каким будет мир завтра. Возьмите посвящение поддерживать телеканал «Благих новостей» одной тысячей рублей каждый месяц в течение года. Надоело постоянно протирать стол от мокрых пятен? Не отчаивайтесь! Защитить покрытие от горячих кружек стало легко. Нет нужды в использовании скучных стандартных подставок. ТБН продолжает делать подарки. Подставки с фирменным стилем любимого канала. Этот стильный аксессуар может стать настоящей изюминкой вашего интерьера. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше. Каждый партнер, пожертвовавший более тысячи рублей в феврале, получит в подарок подставку с логотипом канала. Стать партнером стало проще. На сайте tbndefis.tv.com вы можете сделать перевод с банковской карты. О других способах вы можете узнать у операторов колл-центра. Аллилуйя! Мы с вами в прямом эфире молимся вместе с вами, ходатайствуем о вас, о ваших нуждах, о ваших вопросах. И мы также славим Бога за чудесные свидетельства, за чудесные отклики о том, что Господь делает сейчас. И спасибо. Знаете, приходит волна свидетельств о нормализации сахара в крови. Из разных мест, из разных городов. Во имя Иисуса Христа Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты изменяешь уровень сахара в крови. Тебе подвластны все наши процессы, Господь. Наш спиной мозг вырабатывает правильную кровь. Наша поджелудочная железа, почки, печень работает так, как Ты заповедал, Господь, так, как Ты сказал нам делать. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что так много людей принимает слово вдохновения и тот заряд веры, которым мы делимся и которым мы радуемся. Апостол Павел говорит, я хочу прийти к вам, чтобы утешиться верою общую, вашей и моею. То, что происходит сейчас. Железо, железо остри. И мы сейчас просто делимся верой, словом, помазанием. Пусть ваше слово, ваше исповедание в вашей жизни будет сильным, будет действенным, потому что вы поставленный Богом, ребенок Божий, дитя Божье и больше того, воин Божий. У вас дана вся власть на небе и на земле. Это удивительно, но мы должны преображаться, конечно, преобразованием нашего ума, чтобы шаг за шагом принимать это все больше и больше. Есть такой вопрос, который поступил нам до эфира. Нина пишет, здравствуйте, я хотел вас спросить, есть же такие хна рисунки на 5 дней, можно ли это делать или нет? И еще у моей девочки проколотый нос, можно это или нет? Вопрос, вы знаете, такое впечатление, что весь мир просто этим занят. Уже, наверное, пятый раз за последние пару недель мне этот вопрос задают. Причем задают его совершенно серьезно. Можно делать татуировку или нельзя делать татуировку? Можно делать пирсинг или нельзя делать пирсинг? Смотрите, в первом постановении к Оринфянам Павел в 10 главе пишет, «Позволительно мне все, но не все полезно мне, позволительно мне все, но не всему дам управлять собою». В оригинале написано, что «не всему отдамся в рабство», то есть что-то, что должно обладать мной. И большинство людей просто, будучи верующими, говорят, ну да, мы можем, ну написано же, что вот все мне можно, я могу пойти сделать татуировку. То есть мы сейчас не под законом, это в законе написано. Во-первых, в законе про татуировку ничего не написано, написано по умершим не накалывать. Во-вторых, я всегда задавал вопрос такой, если эта тема меня реально заботит с утра до вечера, значит она мной обладает. Значит это уже из другой оперы, это нужно особо сделать. Нет, ты просто представь себе твоего ребенка, который приходит с проколотым носом и с татуировкой. Я себе этого представить не могу. Ну просто представь, да, и что ты будешь в этой ситуации делать? Я думаю, еще раз, ребенок... У меня такого не будет. У меня такого не будет, да. У меня не будет такого ребенка. Значит у нас такого не будет, как мы, Виктория, говорили на прошлом эфире, как пастор собрал детей и сказал, вот есть такое, но у нас такого не будет. Не знаю, но вы знаете, я могу сказать так, что есть много людей, которых я знаю, у которых там не то, что места уже свободного колоть нету. Ты знаешь таких людей? Знаю таких людей. Но они при этом покаявшиеся христиане, пастора церквей, и это все их из прошлой жизни. Поэтому как бы Господь, еще раз, мы с этого начали наш эфир, что Господь на самом деле исправляет ошибки, сделанные нами. Если человек это сделал, то Господь в состоянии исправить эту ошибку, даже если она нанесена на наше тело. Более того, я вам скажу, в передаче «Сидорота», которая тоже транслируется по ТБН достаточно часто, и там пару раз уже показывалось следствие, что люди приходили к Богу просто и утром просыпались, и у них на теле не оставалось ни одной татуировки. Господь способен дать новую кожу. И вот я тоже верю. И если человек, будучи неверующим или будучи под властью какой-то там, ну знаете, опять же, мы сейчас слышим всякое подряд искушение со стороны мира, если человек пришел в юном возрасте, будем так говорить, неосознанно, под нашей ответственностью, будучи нашим ребенком, пошел и сделал себе татуировку или сделал себе пирсинг. Во-первых, пирсинг – это еще не конец света, пирсинг заживает. Во-вторых, в татуировку он сделал, ну да, поддался заблазну этого мира. Но это не значит, что мы сейчас должны его обвинять во всех смертных грехах и говорить, что это повлияет на его спасение. Давид согрешил гораздо большим грехом и при этом остался жив. Поэтому нужно всему давать пропорции. Я не говорю, что нужно разрешать делать татуировки, но если уж такое дело произошло… А если на пять дней всего написано, что на пять дней временно? Ну хорошо, мы украшение… Давайте, давайте, тогда я вас так спрошу. У вас есть макияж, который вы наносите на несколько часов? И причем тут, как бы, мы же, ну, украшаем каким-то образом себя, да? То есть я не считаю, что в этом есть какая-то проблема. Другой вопрос, что если человек это наносит для того, что вот ему не нравится свой, твой тело, он говорит, я некрасивый, я нехороший и так далее, то здесь человек просто идет против воли Божьей, потому что он сказал, я создам человека по образу и подобию своим. То есть вопрос, какую тему, ну, какое значение вы вкладываете в то, что вы делаете, я считаю. То есть если мы это вкладываем в это значение, что да, я вот сейчас намажу эту там татуировку, я буду выглядеть 150 раз красивее и привлекательнее, то да, это, наверное, грех. А если человек просто, ну… То есть главная мотивация. Да, ну, то же самое, то есть мы сейчас можем дойти до елки, например, можно ли ее ставить или нельзя, об этом тоже мы здесь говорили. Можем дойти так до праздника Пурим, можно ли переодеваться на праздник Пурим или нет, и кушать эти самые уши Амана, которые то и другое абсолютно языческие обряды. Что мы вкладываем в процесс, то мы и получим. То есть есть вещи, которые, ну… Я можно добавлю несколько слов? Да, да, конечно. Значит, во-первых, действительно, как звучат основной стих Библии, это Левит, 19 глава, 28 стих, который цитировал Авель. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш». И здесь имеется в виду, что была традиция в Израиле ради памяти… Не только в Израиле, она есть и сейчас. Да, ради памяти о тех, кто умер, оставлять на себе нарезы, наколки. И также я своим детям объясняла, что серьга в ухе, например, как бы в Библии есть такое, что если… вообще проколотое ухо – это был знак раба. И если человек так любил своего господина, что он не хотел уходить из его дома, даже если господин его отпускал, благословлял, давал деньги, он говорил, нет, я хочу быть всю жизнь со всей семьёй, с тобой, просто неразрывно. Тогда ухо этого человека прокалывали, пробивали, и он принимал на себя знак рабства. Поэтому как бы нарезы и какие-то вот знаки – это знак не просто внешний, очень часто Библия к этому относится, это то, что находится в нашем сердце. Это одна часть. И самое серьёзное, и мы знаем, что наколки очень часто в русской культуре, и, наверное, не только, это часть уголовной культуры, часть там, где зэки и разные люди там… Не только, это было ещё какое-то поклонение разным духом. Купола выбирают. Да, но это значит, это другой язык, или мы видим там черепа, кости и так далее. Я хочу сказать, что я детям с детства объясняла просто, что, конечно, наколки – это одно из выражений вот этого духа, который обладает человеком или который влечёт к себе человека. Поэтому я им запрещала, например, смотреть мультфильмы про покемонов, носить символику. Когда одно время вот вошли черепушки в моду, и они там везде были обрамлённые розочками, там вот такие украшенные. В общем-то, я старалась, чтобы дети тоже понимали, что за этим стоит дух смерти. Потому что на меня очень сильное впечатление произвело свидетельство одной моей подруги, которая занималась экстремальными видами спорта, и она сказала, что это дух. Мне было не страшно умереть, я была готова сломать шею в любой момент, но вот сам экстрим захватывал меня больше, чем жизнь, как бы, там, мысли о том, что я буду жить 80 лет, там, 90, сколько это вообще. Это противоречит заповеди «Не искушай Господа Бога своему». Я просто к тому, что это было бы осмысленно. То есть иногда люди думают, ну, это просто модно, и наносят на себя какой-то рисунок, который отражает какой-то дух и принадлежность к какому-то течению, который разрушает духовную жизнь. Это одна часть. Временный рисунок или постоянный, он может означать духовную печать. Можно я добавлю к этому? У меня есть, был, к сожалению, его сейчас нет среди нас, он, человек, который покаялся, он до этого служил в сатанинской церкви. У него не было вообще живого места на нем, у него все было в этих сатанинских рисунках. И когда он покаялся, он настолько был, ну, одержим вот тем, что его Бог не примет с этими рисунками, что он иногда боялся даже в церковь прийти, что он говорит, как я, да, ну, я даже одену эту майку вот по сих пор, потому что у него все было в эту татуировку, и вот этот дух смерти, который в нем был с этими черепами, которые на нем были наколоты, он просто, он боялся жить, он не мог никуда войти, потому что все-таки этот дух в нем сидел, и он мешал, он рассказывал ему на ухо там, что ему нельзя ходить в церковь, что он грешник, что он не может сделать то, не может сделать это. В конце концов, умер он из-за чего? Из-за того, что он пошел к татуировщику и сказал не сводить, а он начал забивать эту татуировку просто. Просто его, на нем было столько вот этих вот татуировок, чтобы их забить, сделать его черного цвета просто, его организм просто не выдержал, он умер от отравления или там от заражения крови, я уже не помню, но, к сожалению, спасти его не смогли. То есть не нужно изначально давать место таким вещам. То есть если же не у вас есть там из прошлой жизни, то ну забудьте про них просто, Бог воспринял и он исправил вашу ошибку. Если вы уже верующий, то ну о каких татуировках может идти речь? Я считаю, что это неправильно. Хотя те, у кого он есть, я не осуждаю ни в коем случае, это ваш выбор. Ну, я скажу так, я добавлю, потому что я смотрю на вопрос сам, и я понимаю, что вы уже допустили определенные вещи, и раз она уже проколола нос, уже как бы что с этим сделать, она проколола. Если вы можете повлиять каким-то образом, хотя обычно это конфликт, молодежь ищет себя и бывает находит не то, что нужно. Но я бы посоветовал вам больше сконцентрировать ее внимание на Христе. Поговорить о Христе, чтобы она могла отдать Ему свое сердце. Не просто так ходить, а, скажем так, сориентируйте на другие вещи. И когда она будет со Христом, она сама поймет. Потому что в данном случае я вспоминаю, как мне о многих грехах люди не говорили, которыми я жил, когда я пришел ко Христу. Но Христос сам освещал меня внутри и показывал, хотя мне это было 17 лет, не так много. Тем не менее, Он освобождал меня от моих привязанностей, от моих неправильных слов, от отношения к людям и очищал и освещал. Ведь у нас христианство не мертвая религия. У нас живой Христос, который входит в наше сердце и освещает все комнаты, и продолжает освещать нас. По этой причине я бы посоветовал вам сориентироваться на эти вещи. Наше мнение понятно в отношении там, где временные рисунки, там появятся и постоянные рисунки. Хотя я видел и достаточно верующих людей, уже обратившись ко Христу, они сделали себе наколки с надписями из Евангелия Теана, с Матфея, накаченные. И они ходят и проповедуют, и там показывают. Я не знаю, как к этому относиться, видно, Господь как-то индивидуально этим людям проговаривает. Я могу сказать, что я хотел сделать такую татуировку вот здесь вот на руке. God loves you. Я пошел уже, заказал рисунок, как он должен выглядеть. Так вот, к чему мы приходим. И в один прекрасный момент просто я получил такое откровение, что если я так много об этом думаю... Ты уже у татуировщика получил откровение такое, уже пришел? Да, да, да. Я уже пришел туда, чтобы оплатить деньги. И сказал, если меня это так сильно заботит, что я каждый день об этом думаю, рассматриваю, убираю шрифт, убираю то, независимость ли это, то есть не нахожусь ли я, ну, не обладает ли мне какой-то вот дух. Это интересно. Я просто развернулся, да, я развернулся от его двери, сказал ему, извини, ничего не получится, и ушел домой просто. И забыл про это дело, потому что, ну, мне не хотелось идти против духа, потому что написано, что если совесть обличает вас, да, там, кто калипачий Бог. И в данном случае просто, ну, посмотрите на то, ради чего все это делается. Если это ради того, чтобы прославить Бога, его не впечатлишь. Наколками это точно. Да, если вы ищете Христа в этом случае, то вас не будет заботить вот эти второстепенные вещи, накалываться или не накалываться. Нужно следовать за Христом и проповедовать своим детям тоже, и говорить им. И они не будут думать о том, что воткнуть себе в нос, или в рот, или в язык, как сейчас делают. А сегодня куда-то покупать. Да, но пусть Господь даст вам мудрость, и просто знаете, как общаться со своими детьми. Знаете, я вам скажу так, детей нужно приучать к любви. Вот, я так считаю, вообще с детства, да, потому что все остальное, ну, а зачем оно, если человек не любит, да, он может, как Павел пишет, да, если я там все отдал, а любви не имею, то кто я, да, что я стою. И там написано, что любовь, она не ищет своего. То есть там нет эгоизма. Для чего человек украшательством этим всяким занимается? Причем, ну, будем так говорить, нетрадиционным украшательством. То есть, ну, понятно, что там макияж, прическа, там, я не знаю, красивая одежда, это, ну, тоже, ладно, отдельная тема разговора. Но то, что касается вот этих вот нанесений всяких рисунков на себя, пирсингов и так далее, это просто поиски самого себя. Написано, любовь своего не ищет. То есть там, где есть эгоизм, там обязательно на каком-то этапе появится страх, и там обязательно появится ненависть, и там исчезнет вера. Вот если у нас не будет веры, где будет страх и ненависть, там дороги к Богу нет, потому что без веры написано Богу угодить невозможно. Поэтому просто стойте в вере, укрепляйте людей, укрепляйте детей в любви, просто спросите его, свою дочь, кого она любит на самом деле, что стоит за всем этим, ради кого все это. Потому что, возможно, там какие-то есть подростковые нюансы, когда она это делает ради, там, какого-то мальчика знакомого, на котором он хочет произвести впечатление и так далее. Но в любом случае, любовь Божья, она была нам показана еще до того, как мы даже родились. И я думаю, что вот эту любовь как раз и стоит проповедовать ребенку. И в этом ключе, в любви, именно наставляя, а не упрекая, можно донести вот эту вот идею того, что, ну, зачем все это делать, если Бог все равно нас любит, а это самое главное. Если ты и так красивый, ну, я тут как бы чисто практически скажу, что я просто знаю, что действительно есть такое поветрие, хной наносить красивые там узоры, на руки, там, ну, на ладони куда-то еще. Честно говоря, поскольку хна действительно там исчезает через там 5-6-7 дней, в порядке действительно эксперимента, чтобы ребенок не чувствовал, что мы там душим его и так далее, я не вижу в этом какой-то большой беды. Там, мы знаем, что девочки прокалывают уши, там, что-то еще. И я в прошлом году, я позволила своему 15-летнему сыну, который очень просел там что-то такое, мы с ним заключили, на самом деле, договор, он должен был там на отлично там что-то закончить, и тогда я ему дам попробовать. Он нацепил сережки на себя, как бы ему там приятель прокалывал это ухо. Дело закончилось с тем, что эти сережки разорвали ему пол-пол уха. Мы их вытащили, и когда я с ним там вот потом поговорила, как бы, ну, выяснилось, что он еще думал потом надо цепить на себя опять. Я говорю, слушай, а тебе мало. То есть я понимала, что есть вопросы, которые можно дать ребенку, пусть он попробует, если вы не видите в этом злых корней таких, что это может укорениться, что он под чьим-то злым влиянием, а просто это глупость такая подростковая. Я думаю, возрастное, да, это просто перерастет. Я думаю, что это не страшно, но нужно, чтобы это не было вот таким глубоким корнем, и буквально хотела коснуться такой серьезной проблемы, мы сейчас будем молиться, заканчивается наша программа. Меня очень зацепило, как раз разговаривая с своим сыном, и слава Богу, Бог отвечает на молитвы у него, Бог соединяет их с христианскими, юношами, девушками. Я молюсь просто, чтобы была такая сеть, сеть молодых людей, которые знают друг друга на разных концах земли. Можно звонить через WhatsApp, Viber, как угодно сейчас, действительно, столько возможностей. И они обмениваются информацией, и там Майл-Юж действительно начала молиться за то, что вскрыли уже правоохранители. Есть целые группы ВКонтакте, которые побуждают детей кончать с собой. Группа, там есть поисковые слова, кит, цифры, синий кит и так далее. В архиве ТБМ вы можете найти передачу на эту тему. Кстати, я вот увидел, что когда я ей поделился, начали делиться очень многие, потому что, видимо, никто не хочет, чтобы его дети оказались там. Поэтому обязательно подпишитесь на страницу ТБН онлайн в Ютубе, в Фейсбуке и следите. И смотрите о своих детях, потому что это всё происходит, когда нет живого откровенного контакта, когда ребёнок не знает, любит ли его, когда он чувствует свою ненужность, и тогда он хочет прервать ту жизнь, которая не приносит ему радости, не приносит вдохновения будущего. А Господь пришёл, чтобы мы познали чудесное воскресение, восстановление. Я призываю вас становиться частью Божьей миссии телеканала «Благих новостей», стать нашим молитвенным, финансовым партнёром. Спасибо, Авель, спасибо, Евгений, за ваши открытые, посвящённые, жаждущие делиться Христом Иисусом, Его Словом, и за то, что Слово Божие живо и действенное, и оно никогда не возвращается тщетным. Поэтому пишите, делитесь с нами тем, что Господь произвёл в вашей жизни по этой молитве, по молитве того обилия церквей, которые молятся вместе с вами, и церковь, вот я знаю, в которой Авель также, благовестник Иерусалиму, в Израиле здесь с нами присоединяется не только юг, но и север. В Иерусалиме идёт молитва о вас. Будьте благословенны, мы отдаём вас руки Божьи, мы молимся вместе с вами. Спасибо вам большое. Аллилуйя. Колл-центры ТБН ежедневно принимают звонки и письма от телезрителей. В реальном времени мы направляем молитвенные нужды ведущим и гостям эфира. Здесь всегда готовы ответить на ваш вопрос и услышать ваше мнение о работе канала. Мы приглашаем вас стать участниками телевизионных процессов. Просто позвоните нам. Звоните прямо сейчас. Сегодня телеканал ТБН «Россия» предоставляет вам уникальную возможность внести свой вклад в дело служения телеканала «Благих новостей» в рамках программы «Тысяча партнёров по тысяче рублей». Мы исповедуем вашу жизнь. Бог может осыпать вас дарами всякими, так что всегда будет у вас всё, что нужно вам, и даже более чем достаточно для всяких добрых дел. Специально для того, чтобы вам было удобнее стать благотворителем, мы разработали для вас удобный способ оплаты с банковской карты прямо на сайте ТБН «Россия». Возьмите посвящение на один год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин